В эфире ОТС ежедневная программа «Спортобзор» в студии Кристина Лата. Здравствуйте! В Искитиме проходит первенство области по боксу среди детей 13 и 14 лет. Соревнования длятся 4 дня. Все дело в том, что участников и весовых категорий очень много. Подробнее в нашем сюжете. В игровом зале Искитимского Дю США кипит жизнь вместо привычного баскетбола или волейбола в ближайшие дни здесь бокс. Искитим впервые принимает областной финал по этому виду спорта. Популяризировать бокс во всех районах задача областной федерации, говорит Михаил Алаян. С недавних пор известный боксер вступил в новую для себя должность. Моя задача, ну и в целом, как была задача федерации, развивать бокс во всех точках нашей области. В самых отдаленных районах, городах. То есть нужно ехать не только соревнования проводить, нужно ехать и тренироваться вместе с ребятишками, мастер-классы проводить. Работы очень много и, скажем так, мышление, мысли есть, как это сделать, поэтому будем реализовывать. В Искитим приехало более 150 участников. Тут и местные спортсмены, и боксеры из Новосибирска, Тагучина, Карасука и Кочанева соревнуются в 18 весовых категориях. Все, родные стены, тренируешься здесь, каждый день просто пашешь. Это твоя территория, ты здесь хозяин. Победитель, кроме золотой медали, получит право представить Новосибирскую область на первенстве Сибири по своему возрасту. Кроме того, перспективные спортсмены могут попасть на карандаш к тренерам сборной. Уже три турнира, в частности областных, первенство области, чемпионаты области просмотрел по разным возрастам. Это и взрослые, и юниоры, и старшие юноши. Вот пришла очередь средних юношей. Сейчас посмотрим, и я думаю, для себя отметим каких-то перспективных ребят обязательно. Завершится турнир в воскресенье, 12 марта. Параллельно областному детскому финалу в Томске проходит первенство Сибири среди юниоров 17-18 лет. Его победители также станут известны на этих выходных. Мини-футбольный сибиряк провел мастер-класс для детей, оставшихся без попечения родителей. Таким образом, клуб решил поддержать команду, которая представит Новосибирск на всероссийском турнире в апреле. Какие советы дали профессионалы детям, расскажет Михаил Якимов. Катя – единственная девочка на площадке. Она играет в футбол наравне с мальчишками. Сегодня бегает в поле и неплохо справляется. Но более привычная амплуа для нее – вратарь. Катя и парни из ее команды – воспитанники центра «Жемчужина» для подростков, оставшихся без попечения родителей. Футбольная команда у них сыгранная, тренировки регулярно – два дня в неделю по три часа. Но сегодня необычное занятие. Ребята приехали в гости к профессиональным футболистам. Нам сказали, что нас приглашают в клуб «Сибиряк». И мы с радостью поехали, потому что мы знаем, что тут так. Мы прям не всех выигрываем, но вторые и третьи места занимаемся. Мастер-класс от игроков клуба «Суперлиги» для молодых футболистов – большая удача. Самая интересная часть – это, конечно, игра в смешанных составах. Руководит процессом главный тренер «Сибиряка». Николай Лупашкин. Он активно подсказывает юным спортсменам. Следуя его примеру, так же поступают и другие футболисты. Для них эта встреча – приятная разрядка в конце тяжелого сезона. Хорошие эмоции получили, такая хорошая разгрузка для нас. Тренер сказал мне проводить разминку, начало тренировки. Пришлось ответственно подойти к этому, чтобы у всех было хорошее настроение. В конце уже все вместе, как одна команда, дружно. И приятно проводить, что если им подарят это хорошее впечатление, эмоции, то нам всегда только за радость. Для юных футболистов такая встреча – огромный, а главное – полезный опыт. Подсказки от игроков и тренеров клуба «Суперлиги» сейчас им как никогда кстати. В апреле команде предстоит сыграть на всероссийском турнире. Наши ребята очень активные. Они занимаются в различных проектах. Принимали участие в мероприятиях всероссийского уровня. Но вот участие в подобных соревнованиях будут у них в первый раз. Мастер-класс не ограничился совместной игрой и общением. Ребята также посмотрели часть тренировки и получили памятные подарки от клуба. В Сибирике и дальше планируют поддерживать юных футболистов. В первую очередь приобрести для них игровую форму. На этом выпуск завершен. В студии работала Кристина Лата. До встречи. КОНЕЦ